Ну, вы очень быстро набрали лайки, а сегодня мы поговорим о лучших 11 героях из состава регулярных. Тех, кого можно получить из лагерей. Хотел делать топ-10, но рука не поднялась убрать одного из выписанных мною героев. А именно, узнаете позже. Но обо всем в порядке очереди. Ставь лайкос и проходи, не стесняйся. Поиграв уже какое-то время за героев с этими классами, а также против таких, мое мнение в сравнении с тем временем, когда вообще не было никакой информации по героям, могло поменяться в чуть лучшую сторону. Или просто другую. О чем я вас и предупредил. Поехали. Варвар. Тут я представляю вам обоих регулярных героев Азлар и Абакан. Обоих вижу смысл качать только в атаку, ведь их задача это быть топом в атаке, а в обороне найти место более стабильному герою. Если честно, вообще не очень понимаю роль класса варвар в обороне, поэтому торжественно присуждаю Азлару и Абакану именно ветку атаки. Жечь больше, бить сильнее и отражать еще больший урон. Хм, других вариантов сейчас уже не вижу. Церковник. Долго метался между Вивикой и Элканеном. В итоге пришел к заключению, что полноценный хил пригодится почти везде, и роли у героев абсолютно разные. А так как стоящих хилов можно по пальцам пересчитать, то я отдаю свое предпочтение Вивике. Конечно же, с основным уклоном в оборону. Куда же еще? Класс такой, оборонный. Вполне достойные статы для игры как самому или самой, так и перспективно в обороне. Друид. Вариантов не особо много, уж лучше быстрый Акадилен, чем медленный Хоргал. При этом не стоит забывать про ее массовый баф для команды на защиту. Следовательно, есть вариант либо тупо в оборону, либо комбинированный стиль чуток атаки и оборона. Именно второй вариант у вас сейчас как раз перед глазами, и он мне нравится больше, чем первый. Паладин. Долго метался между Ричардом и Справедливостью, так и не смог выбрать лучшего. В связи с тем, что Справедливость сама по себе хорошая герой в обороне, ей еще в недавнем среде событий усилит массовый урон умения. Не смог отказаться от нее, хоть Ричард и полезнее на ее фоне, если рассматривать не только оборону, конечно же. Оба героя класса Паладин, и обоих героев, конечно же, стоит вести именно по такой же ветке развития. По обороне. Ну а далее вас ждет просто Парад Радуги. Боец, Магни, Монах, Джун, Следопыт, Лиана, Разбойник, Мариана, Маг, Сартана. Именно эти имбовые стандартные шотеры в игре достойны продвижения по пути класса без каких-либо сожалений. Всем героям нужно замаксить основной показатель атака. Даже таким героям, как Мариана и Сартана, которые полушотеры, ведь прокачав их именно так, вы получите вполне себе отличного шотера с не менее шокирующими показателями обороны и здоровья, которые им даны от природы. Хоть вы их особо и не поменяете, но урон от ульты вырастет, ведь вырастет и атака камнями. Именно такое видение по топ-11 героям среди регулярных у меня. Вы, конечно, можете долго кричать, а где Элканон, Изарния, Квинт и прочие? Это топ-11 на мой взгляд. Мой это значит мой, предупреждаю. Вы можете быть в корне с этим не согласны, но лучше, чем брызгать своим тестостероном, поставь лайк видео, если хочешь видеть больше и чаще видео на канале. А также пиши свой уникальный комментарий и не забывай заглядывать в списки альянсов от спонсоров на вступление. Также можешь написать, что еще по классам хотел бы видеть на канале. И, возможно, именно твою просьбу я удовлетворю. Полностью или частично. Не забудь рассказать о видео друзьям и подписаться на канал. Дальше интереснее. Всем пока. А, и да, не надо про Изу ничего говорить вообще. Я сам ее по эмблемам качаю и до сих пор не вкурил, как работает навык с глаз в исполнении массовика. Да что ты, черт побери, такое несешь.